МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит Радио Свобода в эфире программа «Лицом к событию» и микрофона Михаил Соколов. На пятый форум Свободной России в Вильнюсе 11-12 апреля собралось более 400 человек, причем две трети оппозиционных активистов не иммигранты. Открыв заседание, Гарри Каспаров пообещал трансформацию форума в политическую организацию. Российская власть не оставляла оппозицию своими заботами. У дверей два дня крутились сотрудники средств массовой телепропаганды, устраивая провокации, а потом вещая о собравшихся в Вильнюсе ненавистниках России. Форум начался с дискуссии об итогах президентских выборов. Сразу же выявились две точки зрения. Политолог Федор Крашенинников предложил делать свой вывод. Никаких 86% за Путина на самом деле нет. 86% от населения России искренне поддерживают Путина и так далее. Соответственно, эти выборы, назовем их так, они как минимум показали, что даже при всей катальной мобилизации никаких 86% от всего населения России, конечно, у Путина нет. Потому что, блин, приняты колоссальные мерки в организации людей. И все это приводит к тому, что пришло чуть больше половины. Ну, приведить, скажем так, профессионально. Мне кажется, очень важно все-таки избавиться от этого назойливого разговора, что институт выборов – это такая самоценная вещь. Вот она такая важная, что чтобы не отучиться голосовать, мы должны снова ходить и ходить, и голосовать, и выбирать из того, что нам предложили что-нибудь. И мне кажется, что на этой мероприятии, скажем так, поставленную точку. Институт выборов в России в своем деле уничтожен полностью. Все эти выборы, они, по сути, не показывают ничего, кроме всевластия, собственно, аппарата. Давайте признаемся, чтобы в России состоялись выборы, должен измениться политический строй, и тогда, конечно, люди с удовольствием, без принуждения, те, кому это интересно, придут в участок, и мы получим какие-то данные. Экономист и политик из команды Ксении Собчак, Дмитрий Некрасов иного мнения. Голосовали не за экономический, а за геополитический курс президента Путина. Это была декларация принадлежности к русскому народу и великой России. Объективно то, что сейчас происходит в российском обществе, вот этот нарциссизм, мы великие, мы вот нация, мы великая страна, это 1930-е и 1940-е годы в Германии. Это поддержка вставания с колен, реваншизма, пересмотра того миропорядка, который казался несправедливым. В Германии казался несправедливым миропорядком, вот они его стали пересматривать, и лидер, чем более успешно пересматривал миропорядок, тем больше получал поддержку. Германию разгромили снаружи внешними методами, ввели администрацию союзников, проводили принудительную доносификацию. Однако внутренние, непринужденные измени обсуждения коллективной ответственности и вины за произошедшее с немецким народом, полопросто и все прочее, фактически не поднимались до 60-х годов. До 60-х годов это был кудел отдельных интеллектуалов, которые подвергались на необщество астротизма. 40 лет страна осмысляла, и 40 лет постепенно, постепенно, как с новыми поколениями, менялось отношение к тому, что происходило. В лучшем случае люди говорили о том, что Гитлер был плохой, а все остальное мы немцы все равно велики. То есть масштабы того, что произошло, масштабы вот этого поддержки, мы имеем перед собой, условно говоря, очень длинную перспективу от таких мыслей среди большинства населения нашей страны. Теперь, к чему это ведет реально в ближайшем будущем и о будущем, о будущем, о будущем сроке? Люди, поддерживающие Путина и голосующие за то, что там мы великая империя и великая страна, они больше, чем в половине согласны с собой экономическим курсом. Но он сейчас может себе позволить проводить этот экономический курс. То есть у нас, в принципе, вот с моей точки зрения, после 14-го года безумная внешняя политика позволила проводить гораздо более разумную экономическую нутру. У нас экономический курс стал гораздо разумнее, чем он был, условно говоря, в середине десяток, когда мы болели эти доллары непонятно на что. Эти вещи, консалитация вокруг вот этой идеи того, что Россия великая страна, позволяют Путину осуществлять гораздо более смелые маневры во всех остальных направлениях. Это просто факт. Я сейчас не говорю о том, что хорошо это или плохо. Я говорю о том, что просто это факт. И на самом деле следующая вот эта каденция, она, на мой взгляд, с точки зрения внутренней политики крайне малопредсказуема. Я очень понимаю, куда мы будем двигаться, но на самом деле возможности двигаться у него сейчас гораздо больше, чем они были, допустим, в 2000-е или даже в 2010-е годы. Насколько корректно Дмитрий Некрасов сравнивает нынешнюю Россию с Германией? Я просто отметил некоторую аналогию между тем, что происходило в Германии в 30-е и 40-е годы и тем, как долго это изживалось, и тем, что происходит у нас сейчас. То есть вот эта история реваншизма, пересмотра несправедливого миропорядка, который в Германии сложился после Первой мировой войны, ну, для Германии несправедливого миропорядка, а для нас сложился по итогам Холодной войны. Соответственно, идея того, что место в мире для страны, скажем так, маленькое и несправедливое, что надо это место пересмотреть и встать с колен, она одинаково двигала как внешнюю политику, так и внутреннюю политику, что в Германии в 30-х, 40-х, что в России. Соответственно, дальше первые успехи в этом вставании колен, первые какие-то геополитические победы, которые приводят к увеличению роли страны в мире, они порождают эту волну самолюбования, рассказа про то, что Россия великая страна, русский великий народ, и мы там самые-самые лучшие, очень часто употребляемое слово за то, даже если что-то плохо, за то мы... Это вот коллективный нарциссизм, самолюбование. И это очень сильная вещь. Она на самом деле является сейчас основной линией поддержки путинского режима, потому что, как вот было много социологии о том, что, допустим, среди тех, кто поддерживает Путина, до 60% не поддерживают, допустим, экономическую политику правительства. И там 40 с лишним процентов говорят, что в стране не хватает демократии. То есть объективно поддержка базируется исключительно, ну, то есть преимущественно на этой геополитической составляющей, а не на других составляющих. В России даже там смерти Путина, любого провала этого режима, вот эта вот история про то, что мы велики, этот коллективный нарциссизм, про то, что мы должны встать с колен и так далее, она будет еще очень долго. Демонтировать вот эту историю быстро не удастся, что бы мы ни делали. Это надо понимать, надо просто трезво оценивать. То есть это не значит, что надо пустить в руки ничего и не делать, но надо просто понимать, что вот именно эта составляющая, скажем так, путинского режима, эта скрепа, она будет еще долго существовать и после того, как этот режим уйдет или трансформируется. У нас это как раз идет снизу. У нас в веках этот культ великой России, великой империи, имперский синдром, он же не при Путине не появился. Это не навязанное что-то Путиным сверху, это очень органично существующее внутри. Путин просто актуализировал эти вещи. И как бы их нельзя игнорировать. Это не история про то, что навязано сверху, абсолютно точно. Во-первых, Путин может удерживаться очень долго. То есть я, в принципе, совершенно не удивлюсь, если он будет удерживаться просто срок своей физической жизни. Это, ну, по крайней мере, сценарий едва ли не более вероятный, чем другой другой. А то, что касается того, что путинизм, ну, понимаете, у нас сталинизм до сих пор живет. Ну, что вы, это будет еще очень долго существовать. И, скорее всего, то есть я думаю, что, скорее всего, любой режим, который придет на смену, все равно должен будет заимствовать элементы, популярные элементы текущего режима. Оправдание действий Путина, условно говоря, в истории среди российского населения будет существовать еще очень долго. Оправдание его действий, с которыми я не согласен, но, тем не менее, оно будет очень долго существовать. Ну, что, в краткосрочной перспективе оппозиции ловить нечего, там, и до 2024, и после 2024 года, только на Конгрессы собираться за границей? Если под единственной задачей оппозиции мы подразумеваем, там, типа, свержение Путина и захват власти, то я не вижу перспектив для такого развития событий. Если мы подразумеваем, там, попытки занятия хоть каких-то, там, не знаю, заметных, ну, хоть избраний в Думу, например, или, там, борьбу за кресло и мэров отдельных городов, ну, такие вещи могут быть, ну, то есть, гипотетически могут реализоваться. Говорил Дмитрий Некрасов, Федор Крашененников не верит в параллель с нацизмом и в устойчивость персоналистского режима Владимира Путина. Нацистское движение Германии, оно в каком-то смысле выросло снизу. То есть, изначально была вот эта идеология, изначально была массовая партия, которая долго-долго шла к власти, используя реваншистскую методику. Ситуация России не увидена совершенно обратная. Путин вовсе не пришел к власти на реваншистских лозунгах, Путин вовсе не пришел к власти путем массовой какой-то партии, что вот он ездил по всей России и выступал с митингами, и вдруг его народ избрал под лозунгом «Верни нам Крым», например, как было в Германии, где Гитлер конкретно совершенно с самого начала шел к власти под этими лозунгами. Для Путина вся вот эта вот патриотическая демагогия это не фундамент его власти, это способ его поддержания. То есть, она вся спущена сверху, а не пришла снизу. И я, как человек, живущий в России, я, например, вообще не наблюдаю никакого массового, народного, спонтанного излияния патриотических чувств, потому что все попытки даже на самом пике крымского эйфории проводить массовые митинги поддержки этого мероприятия, например, то, что я знаю по регионам, это были митинги по разнарядке со сгоном людей. То есть, в отличие от каких-то памятных мне спортивных успехов, когда люди добровольно сами высыпали на улицы, ездили по городу с флагами, там бибикали и так далее, ничего подобного, допустим, в крымский момент я не заметил. И я вообще не наблюдаю, повторюсь, никакого массового, народного, идущего от души движения. Это не значит, что люди все отрицают или там не согласны. Пассивно они у телевизора сидят, может быть, и согласны. Но это абсолютно не то, о чем говорит Дмитрий. Это не то, что вот люди потом, для них это прям стержень их сознания внутренне. Просто им этот стержень внедрили как бы извне. И, соответственно, у меня есть, кстати, вопрос, который можно проверить только практикой. А что будет, если им перестанут каждый вечер говорить о том, что надо так делать? Через сколько этот искусственный стержень растворится полностью, и люди махнут рукой, скажут, ну и ладно, там нет и нет. Это ведь тоже... То есть, еще раз, мой тезис состроился на одном. Нельзя подменять понятие. Все, что случилось с Россией, оно произошло сверху. Это внедренные сверху идеологии, а не проросшие изнутри. Ни одна партия в России в 90-е годы, когда там... И даже какой-нибудь Жириновский у Слонга никогда не шел в парламент под лозунг «Вернем Крым». Это была абсолютно непопулярная тема, не существующая внутри российского импер... Даже имперского реваншинского дискурса. Речь прошла о чем угодно, кроме вот давайте допадем на Украину и заберем Крым. Что это значит? Это значит, что сначала эта мысль пришла в голову власти, а потом она ее внушила людям с помощью пропаганды, и действительно какая-то часть людей, большая часть людей пассивно сидит у телевизоров, согласно кивать головой и говорить, что да, да, для меня это очень важно. Но если речь идет о том глубинном подлинном чувстве, которое люди якобы будут там 40 лет себе держать, ну вот с этим я не согласен. Плюс самое главное, ведь в чем обвинялась, в чем проблема германская история? Во-первых, это была массовая многомиллионная армия людей, которая вторгалась в другие страны. Никакой массовой многомиллионной российской армии, вторгающейся куда-то, к счастью, пока нет. Следовательно, нет многомиллионов ветеранов, их семей, которые лично переживают трагит. Нет сотен тысяч людей, участвовавших в зондеркомандах и убийствах, которые были там. То есть ничего этого нет. То есть все там преступления, репрессии, они достаточно точечные, чтобы, допустим, возлагать ответственность за их совершение на какие-то огромные массивы людей. Люди и правда не видят своими глазами каких-то особых преступлений, которые бы совершались на их глазах от их имени. Поэтому, конечно, сравнение с Италией гораздо более важно, потому что итальянский режим был гораздо менее кровав, итальянцы массово не участвовали в никаких экзекуциях друг друга и окрестных народов. Соответственно, как только пропаганда закончилась, идучи куда-то делся, люди, как в том анекдоте, было 40 миллионов антифашистов, а потом стало 40 миллионов антифашистов, без каких-либо особых внутренних терзаний, напряжений и переживаний. Поэтому, я еще раз говорю, считаю, что это очень технический продукт, технологичный, который не может существовать самостоятельно. Это гомункулюс, выращенный в пробирках от кремлевской пропаганды. Гомункулюс на короткой дистанции, если он займется дальше военными авантюрами локального свойства, он может продлевать свое существование? А вот это интересный вопрос. Ведь хорошо поддерживать войну, когда она тебя не касается. И по большому счету эта проблема была и для той же Германии, и для той же Италии, что пока все это происходило где-то очень далеко, все были в принципе за. А когда проблемы пришли в дом, люди начали потихонечку отходить. Кроме того, повторюсь, вопрос массовости. Сколько людей вовлечено в эту войну? К сожалению, современные, к счастью, для населения, большей частью, современные войны все-таки локальные, и в них участвуют какие-то профессионалы этого дела, как бы мы к ним ни относились, но нет вовлечения масс. Массовая мобилизация, отправки на фронт дочерей, жен, мужей, дяди и тети. Соответственно, как только как раз-таки тяготы вот этого милитаризации затронут большой массив людей, не факт, что эти люди обрадуются. Совершенно не факт. Одно дело радоваться, что какие-то фантазики маршируют, другое дело своего сына отправить маршировать. Это как-то, знаете, опять же, одно дело маршировать на параде, другое дело отправить куда-нибудь в Сирию, чтобы он там еще и погиб, не дай бог. Это очень тяжело, поэтому я думаю, что как раз-таки сила этого гомункулиса она зиждется на отсутствие каких-то фактов. Это чистая демагогия, это пропаганда, это лозунги, это красивые картинки, но как только все это переходит в стадию как же так убили наших людей, это, кстати, видно по всем случаям гибели, это очень сильно переживается, потому что люди согласны, что надо доказывать, мы там должны, обязаны, но пусть это делает кто-нибудь, а не мой знакомый, не мой близкий, не парень соседнего двора, как же так, привезли трупы, Я как раз-таки думаю, что они очень сильно боятся перехода вот в эту стадию, потому что будет гораздо сложнее мобилизовывать людей. То есть, в краткосрочной перспективе вы не видите возможности того, что путинский режим будет втянут в серьезные военные авантюры? Я надеюсь, что этого все-таки не будет, потому что я не вижу вот этой стойкости внутри ни режима, ни населения. Пока еще раз все вот это массовое единение и вдохновение не происходит дальше пассивного сидения на диванчике у телевизора и кивания головой. Я совершенно не представляю себе, как поведут себя люди, если их заставят действительно участвовать во всем этом активно. Вот вопрос. Говорил политолог Федор Крашенинников. В дискуссии о действиях оппозиции большинство в зале оказалось скорее на стороне одного из организаторов форума Ивана Тютрина. Пока реальной силы показала себя только сеть штабов Алексея Навального. Правда, галерист Марат Гельман мягко покритиковал Навального. У него такие предложения или идите на улицу или дайте денег. А все же он, как настоящий лидер, должен выстроить систему для разных людей. Ставка на территории сегодня, чтобы было понятно проставку. Я так не войну. Он хочет сделать ситуацию, чтобы там Германия и Турция заблокировали первую статью. Надо же. А? Мягкие решения. Да. То есть, это надо просто иметь в виду, что они очень опасны. И при этом тоже это понимают на западе. Потому что был же безопасный юрид, а он привел опасного. То есть, понятно, надо менять систему. То есть, надо все же таки... и поэтому я считаю, что, да, безусловно, внешнеполитический фактор сейчас самый главный. И наша задача сделать то, что не может сделать никакая внешнеполитическая сила, это работать с людьми. Потому что в этот момент пропаганда работает еще более агрессивно, жестко, и надо объяснять, просто говорить правду, и это будет, может быть, одна из самых важных вещей. Наша стратегия это создать вот это, где карты найдут себя. Я хочу сказать это очень просто. Когда ребята начали ситуацию с бойкотом, это же очень тяжелое. Вообще, убеждать людей ничего не делать, это ужасная идея. Я думаю, я помогу. Значит, и есть у нас замечательные дизайнеры, академия и так далее. предложение людей сделать рекламу, ну, в смысле, конкурс плаката против выборов. Они сделали прекрасный проект. Тысячи плакатов, причем не только из России. Ребята из Навального даже не заметили. То есть, они не умеют, еще раз говорю, или ты скажи, я, ребята, вот тут будущий прокурор, я буду, значит, и моя позиция в будущей вот этой власти прокурорской. Или, если ты говоришь, ты идешь на президентские позиции, у тебя есть эволюция, выстроить вот этот вокзал, сделай систему, чтобы люди искусства знали, как они работают. Поэтому, я просто что хочу сказать, мы не сможем вот этих залов людей, которые, как бы, смелые и так далее, так далее, с ними. Поэтому нужны вот эти экологи, которые говорят, нет, нам настолько это нужны, профсоюзные нужны, огромное количество людей, которые, в принципе, могли бы создавать неполитические, но оппозиционные, по сути, говорил Марат Гельман. Один из ближайших соратников Алексея Навального Владимира Шурков уверен, что система власти в России становится менее стабильной, есть внутренние вызовы, конфронтация, в любой момент может открыться окно возможностей и надо быть готовыми к этому шансу. Курс Алексея Навального Владимир Шурков пояснил в интервью Радио Свобода. На дискуссии шла речь о том, что делать оппозиции. Вы сказали, что ваша команда, команда Навального будет наращивать политический капитал, готовится к новым боям. Можно конкретнее все-таки сказать о ваших планах? Мы будем продолжать делать то, что мы делаем. И, мне кажется, мы отличаемся от других оппозиционных структур, что у нас есть несколько направлений деятельности и нам есть чем заниматься в период между выборами. это и антикоррупционные расследования, это и медийная деятельность, это и социологические опросы, это и программная работа по построению образа прекрасной России будущего. и мы используем политические события, такие, например, как президентские выборы 2018 года, чтобы постараться укрепить свои позиции, привлечь новых сторонников, расширить нашу организационную структуру, как, например, то, что мы сделали в 2017 году, расширившись из просто московской организации и сделав сеть региональных штабов, большую часть которых мы намерены сохранить и после этой предвыборной кампании. Здесь звучала такая критика, доброжелательная, скажем, Марат Гельман и некоторые другие говорили о том, что некоторым, так сказать, людям, которые настроены в общем оппозиционно, в вашем хорошем движении не находится места, поскольку вы, может быть, плохо ищите союзников или не находите для них дела. Как вы на эту критику реагируете? Тут есть несколько аспектов. Во-первых, мы работаем в обстановке постоянного давления на нас, и информационного, и со стороны правоохранительных органов. И поэтому очень важно, чтобы та команда, которая работает над нашими гражданскими и политическими проектами, в ней было бы доверие, чтобы люди смотрели в одну сторону. Только тогда мы можем эффективно работать и чего-то добиваться. Это первое соображение. Второе соображение, что, например, последний год перед нами стояли очень сложные задачи, которые не очень понятно было, как выполнить. когда я посмотрел на планы президентской кампании в декабре 2016 года с точки зрения бюджета, с точки зрения создания региональной сети более чем в 60 городах, с точки зрения вот этих массовых мероприятий, встреч Навального в разных городах, мы такого никогда не делали. И чтобы это сделать, нам нужно было совершить определенный организационный подвиг. Поэтому на этом этапе мы не очень-то могли развивать горизонтальные связи с другими людьми, которые наверное нам симпатизируют, но почему-то не всегда готовы открыто к нам присоединяться. Сейчас после президентских выборов действительно стоит задача расширения базы поддержки и мы думаем над этим, это не такая простая задача, как привлечь к нам людей, которые оппозиционно обстроены, которые могли бы нам чем-то помочь, но не обязательно хотят вливаться в какие-то наши организационные структуры и формы. Вот есть конкретная тема, это выборы в Москве, есть несколько кандидатов, по крайней мере для участия в праймерис Гудков, Яшин, может кто-то от яблока и так далее. Я так понимаю, что Алексей Навальный и ваша команда пытаются продвинуть Илью Яшина, он как бы однозначный кандидат или вы хотите померить силы и провести такую предварительную предкомпанию? Мы всегда в нашей политической деятельности выступали за коллегиальное и консенсусное принятие решений. И когда мы создавали демократическую коалицию, там были праймерис, и мы пытались действовать не в одиночку, а объединиться с другими политическими силами и сейчас. Несмотря на то, что выборы мэра Москвы, они осложнены таким препятствием, как муниципальный фильтр, мы считаем, что праймерис были бы хорошим инструментом для определения единого кандидата, и Алексей, и другие члены нашей команды открыто публично заявляли, что мы поддержим любого кандидата, который выиграет праймерис. Вот вопрос, по каким правилам все-таки решают все, или муниципальные депутаты, или несколько туров, как-то есть у вас какой-то концепт? Об этом много писали и Алексей, и Леонид Волков, который собаку съел на организации разного рода голосований праймерис, и он один из идеологов облачной демократии. мне, мне, конечно, кажется, что прямые выборы обеспечивают большую и лучшую связь с избирателями, которые в конце концов придут на участки и проголосуют. А ситуация с несколькими турами и с какими-то специальными полномочиями и весами для голосов муниципальных депутатов является достаточно искусственной, потому что все равно, даже если все независимые кандидаты отдают свои голоса за кандидата, их не хватит для того, чтобы преодолеть муниципальный барьер. Я беседовал с Владимиром Ашурковым. Любопытно, что он промолчал на форуме о планах протестной акции Алексея Навального 5 мая перед инаугурацией Владимира Путина. Политолог-экономист Владислав Иноземцев заметил, что он пока не видит серьезной оппозиции, хотя в России есть много талантливых диссидентов, которые не могут и не хотят объединиться против серой массы назначенцев Путина. Первое, что страна захвачена неизвестно. Страна захвачена абсолютно серой и оборудованной массой. Людей, которые ничего из себя не представляют против того, что они назначены Путина. Понимая это обстоятельство, они имеют свойство сплачивости и прекрасно добавляют в уют. И вот против этой массы возглавляемой антихаризматическим лидерам с огромным количеством пропаганды, диссиденты пытаются выставить своих харизматиков. И эти харизматики, пытаясь пропиться, кто выйдет на главную харизматику, мочат друг другу хуже, чем основного родителя. И реальная тенденция, она усиливается, начиная с проявленных выборов 2013 года. И вот эта лидия идет очень прочно. Претендент Боборозов с главным графоном все больше врождает этих людей, заветно перевешивает их неприятия самовыщенные. Будет с привяжением гораздо более совершеннее с точки зрения тонкой настойки, чем советский. Он работает для орбит информационных сетях, а его отношение гораздо более мощнее. И наши диссиденты 21 века на мой взгляд дают все в этом отчеты и уходят поездку дня в другую сторону. Уже народ заметил планирусовую синевой правительство. На самом деле меня, честно говоря, пугает одно обстоятельство, что очень много наших новых ремаников, которые вводят сейчас перед собой, представляют из себя честных достойных инклиментов людей, но я боюсь специалистов ни в чем. Это большая проблема. То есть передайте себя дочкой товара сгар в основной промиссии. А теперь подумаем. Возьмем состав промиссии Федерации сегодняшнего дня вы говорите инклиментов инклиментов поставим на место инклиментов какой-нибудь запозиций и попробуем заполнить все места. Это возможно сделать? Да. Отлично. Если это да ответ, то давайте попробуем это сделать, потому что это очень интересный феномен. Было бы очень хорошо видеть в лице оппозиционных несогласных людей специалистов по экологии которые были бы встроены не в команду оппозиционную, но в которые критиковали людей, которые занимаются экономикой внешней политики из этой же команды. Сегодня вряд ли можно добиться что-то большого походу на улице. Но сознание должно дозапливаться. Ему нужно вносить новое понимание повес дня. К лицо чтобы люди не лаялись между собой, а делали общее дело. Это было мнение Владислава Иноземцева, а в интервью Радио Свобода экономист и политолог дал такой прогноз развития событий в России и в мире. Владислав, вот как сейчас вы оцениваете экономическую ситуацию после санкционных ударов по российской экономике, насколько серьезно они могут повлиять на российское руководство? Я думаю, что на российскую руководство никак не повлияет, потому что мне кажется, что действительно масштаб жизни в другом мире, он таков, что данные меры ни к чему не приведут. Что касается российской экономики, мне кажется, что надо отдать должное ситуации и посмотреть на нее месяц через 2-3, потому что спекулятивная атака на рубль и на фондовый рынок, который мы видели, она вроде бы закончилась. Вчера уже фактически паническая распродажа завершилась. А теперь мы увидим последствия того, что если будет ограничен экспорт, реально, если будут действительно арестованы счета, закрыты расчеты, то есть на Русале, на Ренове, на их дочерних компаниях мы увидим, каким образом эти санкции будут имплементироваться. И это будет даже важнее, чем самое первое объявление, на мой взгляд. То есть если мы увидим, что фактически Россия заблокировала экспорт алюминия, ну что в общем-то следует санкции, учитывая, что Россия 100% наполезит, то это конечно будет очень серьезным звонком по поводу того, что таким же образом можно пойти дальше в случае чего. Но пока еще раз хочу сказать, я не вижу прямого радикального воздействия на экономику. Даже удешевление рубля, оно в какой-то мере поможет правительству, получая доходы в валюте через таможенные пошлины, балансировать бюджет. Пока еще раз говорю, ничего страшного на первый взгляд не случилось. Но сигнал просто он очень сильный. Он не будет воспринят в политических элитах, безусловно, но многие бизнесмены задумаются. Последствия мы увидим не завтра, а где-то может быть через квартал или два. А если говорить вообще о дистанционной политике, она производит впечатление последовательное или это какие-то хаотические действия, нажмем на русал, потом посмотрим? Вы знаете, она производит ощущение последовательного ужесточающейся. Конечно, нет какого-то желания просто исключить Россию из мировой экономики. Соединенные Штаты, за исключением некоторых исключительных случаев, типа Ирана, с Ираном в Америке давняя история, начиная с Асламской революции, кроме таких случаев, Соединенные Штаты никогда не хотят экономически унизить и уничтожить любую страну. Если вспомнить о Азианский кризис 1997-1998 годов, это была фактическая ситуация, когда рушились их конкуренты для американцев умонентна. Поэтому то, что происходит, это, конечно, вопиющее исключение из правил. Оно не может быть быстрым. Эти шаги будут идти постепенно, к ним должны привыкнуть сами американцы, и чтобы идти дальше, Россия должна их в дальнейшем образом провоцировать. Поэтому я думаю, что мы не увидим каких-то радикальных ограничений в ближайшем месяце или два, но так или иначе каждый новый шаг означает, что может быть и следующий. Вот какая-то стена, за которой ничего было невозможно, она прорвана, сломана. И теперь мы можем видеть дальнейшие санкции, но для них нужны поводы. А Россия что, не провоцирует сейчас те же Соединенные Штаты и Запад действиями в Сирии? Нет, естественно, и не только действиями в Сирии. Понимаете, в этом году случится очень много событий, которые уже причины мы знаем, но это будет иметь большой общественный резонанс. Будет обнародование данных по Скрипалю, будет начало суда по маразийскому лайнеру, сбитому в Донбассе, будет вывод комиссии Мюллера. То есть, в любом случае, эти ситуации развиваются. И в зависимости от того, какие будут результаты этих расследований, они, конечно, будут подогревать масло, подливать масло в огонь. Вот мы видели, например, 5 апреля внесение очередного билля в Конгресс по поводу ограничения покупки российских ценных бумаг и государственных облигаций. Он прямо обозначен как акт солидарности с народом Великобритании. То есть, эти вещи будут пристекать и дальше. Но, понимаете, только в России, только в мире, где живет Путин, действие рождается в тот же вечер, что случилось, событие. На Западе осмысление и реакция занимает определенное время. Ну, скажем, вот по этому билю, Мнучин не поддержал, сразу же российские рынки воспряли? Да, я знаю, что Мнучин не поддержал, но, опять-таки, понимаете, мы не знаем, каким образом дальше это пойдет, потому что это частный мнение министра, да, билю, ли он в Конгресс. Насколько конгрессмены захотят за него проголосовать, насколько возможно в это Трампа, увидим. То есть, понимаете, это не в Америке Конгресс не на Южно-Свестерской Думе. Заминение министра финансов не является решающим иногда. То есть, посмотрим. Хорошо, вот вы написали статью, которая называется «Блокадная экономика». Собственно, после так называемых выборов, так сказать, переназначения Владимира Путина, на что власть получила карт-бланш. Вот тут звучало мнение, что благодаря этой патриотической мобилизации она получила карт-бланш на все, что угодно, на любые антисоциальные, например, меры. Знаете, я не думаю, что вы сами, вот у вас есть некое противоречие, я бы тоже сегодня слышал здесь, девчера, относительно того, что вы называете так называемыми выборами, а потом говорите, что власть получила карт-бланш. Если выборы были так называемыми, то ничего не поменялось. карт-бланш был и до них. И власть это прекрасно чувствовала, когда она действовала таким образом, как действовала. Поэтому она получила этот карт-бланш давно, и после Крыма, и позже. Но я думаю, что карт-бланш сейчас не дан на урезание социальной сферы. Он в первую очередь дан на жесткие действия внешней политики. Из этого могут вытекать какие-то экономические последствия. Но, допустим, я абсолютно убежден в том, что на радикальное повышение налогов или на драконовскую эфро-пенсионную систему карт-бланш нет даже сейчас. Почему? Потому что люди воспринимают отдельно свое благосостояние и отдельно внешнюю политику. И политика Путина в сфере экономики она не поддерживается 86% на сегодняшний день, безусловно. 86% или там 77%, которые он получил на выборах, это следствие из этого агрессивного внешнеполитического курса политики идентичности, вставания с колен и прочего. Экономика не имеет такой поддержки. Поэтому я думаю, что здесь, как и раньше, Путин будет достаточно осторожен. Ну а чего можно ожидать сейчас, скажем, вот ожидают нового правительства от персоналей, там, Медведев, условно говоря, или, например, Собянин? Принципиально эта политика правительства будет зависеть? Она наверняка зависела бы, но просто я не вижу отнативы Медведева. И никакой Собянин не собирается, по-моему, баллотироваться в премьер и там назначаться, потому что у меня есть достаточно совершенно иной фронт работ, который, по-моему, выстроил очень интересные схемы на ближайшие годы. Там ту же самую инновацию, огромную финансовую программу, московский бюджет в самом быру полученной стране. Поэтому я не думаю, что ему сейчас очень хочется перемещаться в кресло в Белом доме. С другой стороны, хочется, не хочется, а рейтинг правительства неизбежно падает уже, который месяц. И это очень хорошо. На самом деле, я думаю, нет, очень прекрасно. На этом фоне теняется рейтинг Путина. Я думаю, что сегодня нет ничего такого. Посмотрите, в условиях, когда президент поддерживает 7-6 процентов, как это не относить, у него нет никакого мотива сбрасывать балласт в виде правительства ради повышения популярности. Это может случиться в 2020-2021 году. Я вполне допускаю, что Медведев досидит до новых думских выборов. Я всегда говорил о том, что он будет сидеть долгое. Несмотря на то, что на начале его срока все считают, что это техническая фигура. Я думаю, что пока ситуация очень благополучна для Путина в этом отношении. Если говорить о Карбанше. В условиях Карбанше правительство не меняет. А что касается дальнейших шагов и дальнейших ситуаций, я думаю, что экономические реформы будут идти очень медленно. Путин не специалист в экономике. И он будет высушивать все возможные стороны и сделает какие-то решения, примет только в условиях крайней необходимости. То есть нефть уже 70-3. Для чего сейчас повышать и возраст раздражать гражданам. Я думаю, что экономические реформы будут отложены до последнего момента, когда они действительно потребуются. То есть получается так, что будем жить как при бабушке, то есть в смысле как вчера, как при Старом Путине, несмотря ни за что. Я думаю, да. Я думаю, что в экономике мы будем жить как при Старом Путине. Хотя, смотрите, в том же самом послании от 1 марта он постоянно говорил несколько раз, он повторил, что он хочет сосредоточиться на внутренней политике, на экономике, на повышении уровня жизни, на обеспечении роста. Ну и на ракетах. Да, но реально, как только он свинул на ракеты, стало понятно, что никакого экономического интереса у него нет. Это чисто внешнеполитический игрок. Поэтому я думаю, что сейчас, по крайней мере в этом году, может быть, в следующем, каких-то экономических реформ ждать не нужно. Их надо ждать только в случае, если нефть устойчиво стоит ниже 50. Вот тогда, действительно, я думаю, что эти вещи, та же самая Кудринская повестка дня, мягко говоря, очень антинародная, будут реализовываться. Но до этого я чего-то не предполагаю ничего подобного. То есть пока план Кудрина это какая-то бумага, которая будет ходить по коридорам и ничего из нее не важно? Да, ну, собственно, игра ходит почти два года. Если я не ошибаюсь, то в весной или там осенью 16-го года была первая попытка начать разработку этих планов. Потом были встречи с Кудрином, потом были встречи с Глазием, с Толыпинской клубом. Эти программ несколько, они ходили и ходят по коридорам. И что? Думаю, нет. Будут ходить и дальше. А вы по-прежнему остаетесь на применении, что до 24-го года оппозиции, условно говоря, вот в этих условиях путинского застоя нечего ловить? Слушайте, нет. Я не остаюсь при таком мнении. Моя оппозиция заключается в том, что оппозиция должна постоянно себя проявлять и участвовать во всех возможных выборах, причем не обязательно в каком-то единоличном состоянии. Если там до выборов в Москве допустят пять оппозиционных кандидатов, пусть тут пять. И одного не допустят? Неважно. Хорошо, там и трех не допустят, а там двух допустят. Мне кажется, что любые оппозиционные лидеры, они должны сегодня, по крайней мере, заваливать узнаваемость, с чем у них плохо, даже у Навального в общем национальном масштабе, на мой взгляд. Да, конечно, в Фейсбуке и в LiveJournal его читают все, но таких не из 148 миллионов. Поэтому я думаю, что оппозиции сейчас можно совершенно не забыть о результате, заниматься самим процессом увеличения узнаваемости, донесения своих позиций, но надеяться на то, что кто-то будет пропущен, губернаторы, в мэры больших городов до этого времени, по-моему, бессмысленно. Что касается там либеральной партии на выборы в Думу, мне кажется, под итогом этих выборов, что у Путина нет такой потребности. До 21 года, я думаю, у него не появится. Без его согласия эта партия туда не пройдет. Если она туда пройдет, если будет дан сигнал, что эта партия будет образована, что есть шансы получить эти 5% каким-то путем, то я думаю, что это нужно делать. И в любом случае, какое-то количество демократов, даже пропущенных в Думу с путинского согласия, лучше, чем их отсутствие. Там тоже самое Гудков и Рыжков и Валера Зубов и тоже Японамоев. Когда там были, они, извините меня, все были санкционированы так или иначе. И что было плохого того, что там были? Ничего плохого не было. Ну и что, ставить задачу участие в выборах Мосгордуму, в думских выборах с тем, чтобы провести маленькую группу. В 2016 году это не получилось. Почему это должно получиться нынче? Я не говорю, что это должно получиться. Я как раз вчера сказал, что мне кажется, что в 2021 году никакой либеральной партии в Думе не будет. Но если эта возможность появится, если, так сказать, будет шанс на это, то им надо использоваться. Им надо воспользоваться. В Мосгордуме есть хороший шанс провести депутатов, безусловно, в этот раз, потому что посмотрите на выборы в Мосгордуме в прошлом году. Проблема случается в том, что есть очень сильный когнитивный разрыв между идеей Путина, как же такого вот жупера, демиурка, и что мы видели в Москве, когда за него проголосовало 70%, и отдельных, так сказать, малых дел. Когда вы видите главу правы, префекты округа, понимаете масштаб зубствований, который там происходит. В этом отношении вот показатель прошлогодних выборов, когда там Гудков и компания удалось провести достаточно много муниципальных депутатов. Я думаю, что на выборах в Мосгордуму успех можно повторить. И иметь там, условно говоря, 25% независимых депутатов, проведенных по разным спискам, можно. Но что касается там шансов победить там Собяи или избавиться губернатом Санкт-Петербурга, я пооцениваю их очень низко. Ну, а вот эти все технологические катастрофы, которые начинают происходить то в одном, то в другом, то в третьем месте, это не такой вот как бы набор черных лебедей, который может начать разрушать тот же рейтинг Путина и партии власти? Вы знаете, я неоднократно, когда комментирую такие вопросы, я отвечаю только одно. Рейтинг Путина и партии власти может разрушить только расстрел демонстрацию в Москве. Вот если, допустим, выходит демонстрация на Пушевскую площадь, против нее бросается там нацгвардия и убивает 35 человек, вот это и есть подрыв рейтинга власти радикальнейшим образом. И по 9 января? Да. Восстановить его невозможно после этого. Все, что касается там взрыва на электростанции, пожара в торговом центре, прорыва плотины, утопленного корабля, это все головотяпство отдельно чиновников, а Путин чисто весел. Ну, мы видели это прекрасно, да? И даже это забывается через несколько дней, и эти человеки снова всплывают как вообще как в воздушной сарик утопленной в воде. Поэтому я не думаю, что эти вещи могут серьезным образом отразиться на популярности именно Путина. Мы говорим все-таки о том, что все остальное это сугубо-приводные ремни этого режима. Хорошо. Ну, вот здесь многие говорят о том, что надо думать, готовиться, делать программы на период после Путина. А зачем нужно думать о том, чего не будет возможно при жизни тех, кто здесь выступает? Я согласен. Понимаете, это просто реально, я бы сказал так, это самое серьезное, что можно сделать. То есть, да, я вполне допускаю, что многие здесь присутствующие не доживут до эпохи после Путина. Но проблема заключается в том, что, мое личное мнение, даже заключается не в том, что нужно писать программы и нужно осмысливать то, что мы хотим. Но, помимо этого, нужно пытаться донести до мнений западных политиков, в том числе, уж если собирается большое количество русских, полиция, не разживающих за границей, донести до их мнения, что российская политика исторически это политика варитника. Вы видите ситуацию там разрядки, там, Кручевской оттепли, потом застои жесткой политики, потом вы видите Горбачевскую пересторию, потом вы видите путинскую реакцию. Этот маятник будет качаться и дальше. Россия вполне европейская страна. И после Путина возникнет ситуация, когда этот маятник качнется обратно, потому что сейчас он отведен слишком далеко в одну сторону. На момент, когда он качнется обратно, нужно понимать, какая реакция остального мира должна быть на этот качок. Потому что в прошлый раз мы увидели похлопывание по плечу, чтобы демократическая страна и Веймурская республика тоже была демократической, и все будет хорошо. Ну а мы вас победили в холодной войне. Об этом, кстати, мало кто говорит тогда. Речь о... Ну, было-было, да. Ну, хорошо, победили, не победили, но, в общем, вы такие несчастные, мы вам что-то поможем, но в целом вы так выкарабливаете, все будет нормально, будет хорошая Россия, мы с ней будем дружить. Но не получается дружить с хорошей Германией ни в 20-е годы, ни в 50-е, если бы ее не оккупировали, не изменили весь государственный стой. Я не говорю о том, что Россия должна быть каким-то образом завоевывать. Вопрос в другом, что если это изменение происходит, то Запад должна быть программой. Если вы становитесь демократическими, вы становитесь членом НАТО, Европейского Союза, вы получаете такие фронты, новый план марша и так далее, и так далее. Вот эту вещь нужно обязательно к этому моменту выработать, чтобы это предложение лежало на столе. Типа, мы сейчас не можем вам ничем помочь, потому что у вас такой режим, вы сами его выбрали. Но если вы выбираете другой путь, вот наши предложения, и мы их выполним, если вы действительно пойдете нам навстречу. Проблема заключается в том, что санкции это, конечно, замечательно, и они многих радуют, но проблема заключается в том, что не видно никакого позитивного предложения. Когда Рейган говорил, Михаил Горбачев разрушил эту стену, там было понимание того, что стена разрушается, Россия становится частью Запада. Она и не стала. И в этом отношении есть проблема Запада. И сегодня мы видим ровно то же самое воспроизведение проблем. В Западе есть много возможностей кнута, но нет никакой морковки. Я пытался говорить и Михаил Борисовичу, и Гарикимовичу, что влиять нужно не на Запад, нужно просто реально общаться с ними как можно более активно и доносить вот эту прорезку дня. Не лоббировать новые санкции в Вашингтоне, а скорее всего говорить о том, что будет дальше. Путинский режим рухнет без санкций и санкций. Персоналистские режимы не переживают своего вождя. Никто не собирается в путь наубивать своего бога, дай бог ему долгих лет в жизни. Но когда-то этот режим закончится, и нужно думать о том, что продает после. Будет второй путь, наследие. Но не бывает такого. Где это было? Кто наследовал Франка? Кто Салазару? Кто Муссолини? Не бывает таких вещей. Каэтану наследовал, но недолго. Ну недолго, да. Вот я и говорю о том, что какие конгульсы этот режим произведет, сложно понять. Но в любом случае, режим созданный под человека, человек этого долго не переживает. Но это очевидно, историческое право. Если режим создается под режим, это режим китайский, с четкой институционализацией, мексиканский, который там был с одной революционной партией, которого все висит от правила. Но это режимы, а не личности. В России не режим. В России личное правление, диктатура. Она когда-то закончится. И после этого европейцы и американцы будут такими же странами себя вести, как и в 92-м году. Вот и все. Но европейцы и американцы, а как будут вести себя россияне после Путина? Вот самый интересный вопрос. Может быть, они будут по нему страдать и вспоминать, что он не построил автобаны, как некий другой политик, а дал уровень жизни, когда брали кредиты и покупали машину? Знаете, вот это хороший вопрос. У меня нет ответа, я не футуровок. Но я хочу сказать одну простую вещь, что в России, в России такое странное общество, которое даже в условиях Российской империи очень редко, так сказать, каждый новый правитель, даже хотя они там были сыновьями, внуками друг друга, или там портай генос, один к другому, не строил свою линию и свою идентичность на критике предшествующего. Поэтому я что-то сильно сомневаюсь в том, что после путь придет человек, который будет там строить свою идентичность там 6 или 12 лет, молясь на Путина. Что-то мне подсказывает, что будет ровно наоборот. По крайней мере, так всегда было в нашей истории. Найдите человека, который восхваляет своего предшественника и проведет счастливое царствование или президентство, или, так сказать, пребывание в должности геносерк. Я таких не знаю. Моим собеседником в программе «Лицом к событию» был политолог и экономист Владислав Иноземцев. После дискуссии положения в России в интервью «Радио Свобода» дал бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев. Илья, что можно сказать о сегодняшней мировой ситуации, собственно, обострении вот этих военно-политических конфликтов, связанных с Россией? Как это повлияет на внутриполитическую обстановку в стране? Ну, ничего хорошего, конечно, в этом нет. И мне очень печально, что та страна, которая в течение многих десятилетий была символом международной борьбы за мир, становится сейчас главным поджигателем конфликтов и агрессором. И, к сожалению, это справедливые ярлыки, которые к нам применяют уже очень большое количество стран, в том числе вот такие ближайшие наши соседи и потенциально должны бы быть союзниками, как, например, Украина. Это очень и очень печально. Я думаю, что это такое характерное свойство современной российской элиты, они под флагом каких-то тактических интересов приносят в жертву интересы стратегические всего народа и всей страны. А в конечном итоге это просто защита собственных капиталов, удовлетворение собственных амбиций и сохранение власти в стране, опять-таки, не для того, чтобы ее развивать, а для того, чтобы ее грабить. Ну, если говорить вот о санкциях, которые применены сейчас против России, есть ли риск, что называется, несимметричных ответов режима Путина словно говынам санкции, мы какой-нибудь еще пожар разожжем. Ну, конечно, подобные ответы будут. На мой взгляд, вообще надо понимать природу тех действий, которые мы видели в последнее время, например, того же отравления Скрипаля. Я вообще, учитывая то, что тем более товарищ сейчас как бы вроде идет на поправку, не уверен, что была вообще задача его отравить с концами. Мне кажется, что была именно задача сделать демонстративную акцию на территории Великобритании, была задача поставить на уши блок НАТО, была задача, чтобы Великобритания обратилась к своим союзникам для задействования пятой статьи о взаимопомощи, чтобы в итоге там союзники сказали нет, и это бы означало раскол Североатлантического альянса, то есть такая классическая чекистская спецоперация. И вот это опять проявляет то, о чем я говорил только что, что мы говорим не про какие-то стратегические интересы и про стратегическую линию, а про очень линию тактическую. Но поскольку элита российская, она живет в таком постмодернистском мире, она считает, что все, что она делает, это не всерьез, и Запад, как ей отвечает, до сих пор она считала, что эти ответы несерьезные, но пошумят и успокоятся. И это, конечно, провоцирует на новые шаги, на новые акты агрессии, на новые провокации, и на новую кровь, и на новое насилие. Я скажу при том, что я в принципе против каких бы то ни было экономических санкций и так далее, тем не менее, те действия против отдельных представителей российской вот этой криптократической элиты, там Олега Дерипаски, Виктора Виксельберга и других, которые были только что сделаны американцами, я считаю правильные шаги, потому что они показывают, что нет, это всерьез, и это всерьез будет означать реальные потери, реальных денежных знаков для реальных представителей российских верхов. Ну, как бы, правильные шаги, но реакция на них может быть, что называется, непредсказуемая. Вот, условно говоря, в Соединенных Штатах могут рассчитывать на то, что начнется какой-то переговорный процесс, или там как-то умерится, например, какая-то активность в Сирии, а все может быть совершенно наоборот. Вот, не стоит ли вообще оппозиции достаточно громко говорить именно об этом? Ну, оппозиция, на мой взгляд, про это говорит постоянно, но ни в какой переговорный процесс я лично не верю, это не в характере Путина. Может быть, остановка экспансии, приостановка, но точно не переговорный процесс. Путин прекрасно понимает, что если он начнет ослаблять гайки, то в итоге этот котел разнесет в целом, и он этого делать не будет. У него перед глазами пример Горбачева, он сам неоднократно говорил, что слабых бьют, и поэтому проявлять какую-то бы ни было слабость, я считаю, он точно не будет. А в остальной это в руках самих россиян, в том числе тех представителей элиты, которые попадают или еще более вероятно смогут попасть под эти санкции. Это наш солидарный интерес и оппозиции, и вот около путинского окружения для того, чтобы остановить вот эту гонку, эту эскалацию, которая не идет на пользу нашей стране. А вот итоги, собственно, выборов, которые не совсем выборы, на ваш взгляд, это сигнал был режиму, что ему действительно все дозволено, или есть некоторые какие-то ограничители у того же Путина и его окружения? Ну, на мой взгляд, выборы прошли примерно так, как они рассчитывали, как они собирались. Была основная задача, которая стояла перед президентской администрацией, это обеспечить, чтобы больше 50% избирателей проголосовали за Путина. Ну, в итоге получилось ровно эти самые 50%, ну, как бы все в этом смысле при своих. Я не вижу в этом ни особенного карт-бланша, ни наоборот какого-то ни было поражения. Ну, вот, соответственно, статус-кво. Дальше важно это для оппозиции правильным образом интерпретировать этот результат. И я в этом смысле очень сожалею, что есть ряд моих коллег, которые как раз говорят в терминах, что вот это карт-бланш, и что народ неправильный, и что это бесполезно, и что все поддерживают вождя. Ну, какой все поддерживают вождя, когда вот ровно 50% его поддержало, а 50% его не поддержало в той или иной форме. Я считаю, это прекрасный результат, абсолютно рабочая ситуация, тот плацдарм, который мы взяли, и который нам необходимо расширять. Ну, вот здесь обсуждалось на одной из секций, что, собственно, делать, и люди там выступавшие сходились на том, что Навальный лидер оппозиции, ну, надо ему как-то улучшить там программу, привлекать профсоюзы, там разные общественные организации, теневое правительство и так далее. Вы об этом проекте как думаете? Я думаю об этом проекте плохо, я считаю, что Навальный с точки зрения своего психотипа, образа мышления, политических повадок абсолютно идентичен действующей власти, и поменять шило на мыло мне бы не хотелось. Я отношусь к нему с уважением, это оппозиционный человек, который выстрадал свое право быть одним из лидеров оппозиции, но я категорически против обозначения какого-то единоличного лидерства, и тем более, что есть люди других взглядов и других подходов, с которыми я согласен гораздо больше и по тактике, и по стратегии. Например, Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский и ряд других. То есть можно сказать, что может сложиться как бы несколько оппозиционных радикальных структур, которые будут выступать против Путина. Одна это Навальный, другая коалиция, которую вы назвали? Ну, Алексей Анатольевич Навальный, он, собственно, не склонен вступать ни с кем в коалиции. Он есть один сам по себе, вокруг него есть ряд людей, которые готовы быть под ним. Это абсолютно вождистская лидерская структура. Есть и другие, и не только Ходорковский, не только Гудков. Есть и старые партии типа Яблока, есть партии левого толка, есть националистического толка, есть либерального толка, есть самые разные группы. Конечно, в критический момент мы все будем на одних баррикадах и бороться с одним общим противником, но сейчас мы должны прежде всего думать о том, какая будет Россия после того, как свершится отстранение вот этого режима от власти. и мне бы не хотелось, чтобы сохранилась та же система. Мне бы хотелось, чтобы Россия стала демократической, чтобы она перешла парламентской модели, чтобы власть ушла из центра в регионы, произошла бы децентрализация власти, чтобы власть повернулась лицом гражданам, чтобы она стала более социально справедливой, чтобы она оценила человека труда. Вот это то, что я считаю необходимо будет нам делать. А если говорить об Украине, где вы живете, вот собственно весь этот набор лозунгов, он был идей, он был у тех, кто выходил на Майдан. Прошло некоторое время, и похоже украинская власть, украинская система не стала примером для автократической путинской России. Ну вот я как раз считаю, что Украина это пример победы человека а-ля Навальный. Это пример победы людей, которые вышли под совершенно правильными справедливыми лозунгами, теми же самыми антикоррупционными, теми же самыми проевропейскими, той же самой жаждой новой жизни, которые хотели выгнать старую власть, они выгнали старую власть, но не поменяли при этом политическую систему. И в результате они имеют то, что они сейчас имеют, и войну, и рост тарифов, и обнищание, и диктат международных финансовых организаций, далеко не направленной в интересах страны, вот именно этого мне бы и хотелось избежать. Глядя на Украину, я учусь, учусь и позитиву, учусь и негативу, учусь ошибкам, которые они там сделали, для того, чтобы их потом не повторить в России. Ну, хорошо, а если не повторять их в России, все-таки когда это может случиться? Вот одни считают, что будет, скажем так, вечный Путин до его физического ухода, другие считают, что вечный Путин будет менять политическую систему под себя, и это даст какой-то шанс для тех, кто не принимает вот эту клептократическую диктатуру. Ну, я абсолютно убежден, что нынешний президентский срок Путин, он последний, что дальше будет вопрос либо преемника, но, что называется, настоящего преемника, не декоративного, каким был Медведев, там, держатель места, либо это будет действительно изменение политической системы, но при этом я считаю, что это изменение политической системы вряд ли будет там, бессрочный президент, такое вот явное антиконституционное действие, Путин юрист, я думаю, что он будет стараться изобрести модель, которая бы позволяла ему такое лицо сохранять, что вот он не нарушил духа Конституции. Я бы скорее поставил на сценарий с реставрацией монархии, он вполне может решить войти в историю человеком, который там вынес Ленина из мавзолея и вернул царя на трон, считая, что вот та царская семья, которая, например, сейчас есть, она даст ему необходимые гарантии личной безопасности, а под этим уже могут быть его люди, которые там реально рулят экономикой и политической сферой страны. Вот в этот сценарий я лично готов поверить гораздо больше, чем, например, сценарий бессрочного президента. Но приоритетным, я думаю, будет все-таки сценарий поиска преемника и по крайней мере первая половина вот этой его шестилетней каденции, я думаю, это будет половина таких крысиных бегов потенциальных преемников вождя. Моим собеседником был Илья Пономарев, бывший депутат Государственной Думы, один из лидеров Левого фронта. В публичной дискуссии по проблемам международной политики доминировала точка зрения Свободной России Гарри Каспарова. Мой депутатский режим рано или поздно переходит в эту красную черту, когда агрессивная внешняя политика является единственным способом оправдания пожизненного правления. Потому что экономический фактор начинает работать против режима и нужно переключать внимание граждан своей страны, которые, в общем, если будут предоставлены сами себе, начнут задавать неприятные вопросы, о социальной инфраструктуре, вообще об уровне жизни. Поэтому надо постоянно нацеливать их на Украину, на Сирию, на Соединенные Штаты Америки, на Европу. И поэтому вопрос, скажем, надо ставить не так, будет ли Путин продолжать повышать градус этой напряженности. Вчера, скажем, в панелях, в панелях, такая ситуация как бы гипотетически обсуждалась. А что если Путин или кто-то вместо Путина, если что-то произойдет во власти, какая-то мягкая трансформация, готов будет начать такой плавный отход, договариваться, оставляясь нам Крым, а мы идем из Донбасса и варварские бомбежки в Сирии. На самом деле все это невозможно ровно потому, что режим двигается вот именно в одну сторону. А как известно, наклонная плоскость имеет только одно направление движения, причем с увеличивающейся скоростью. И поэтому, мне кажется, мы просто должны как бы исходить из того, что сирийская история, она будет развиваться и также помнить, что цена остановки диктатора возрастает с каждым днем. Совершенно очевидно, что если бы администрация Обамы занимала бы более жесткую позицию, то не было бы ни Сирии, может быть, кстати, не было бы и украинской трагедии, потому что в какой-то мере Путин просто воспринимал слабость, точнее, желание западных демократий находить точки с парикстами как проявление слабости. Это опять традиционно ошибка диктаторов, потому что им кажется, что они могут двигаться вперед, практически не встречая сопротивления, потому что политическая воля у представителей, тех, кто представляет демократию, она или слабая, или попросту отсутствует. И поэтому мы оказались в сегодняшней ситуации, которая действительно крайне опасна, потому что это уже не вопрос авантюристской политики Путина. Мы на самом деле имеем ситуацию, когда президент Соединенных Штатов оказался в очень непростой ситуации у себя дома, расследование его связи, его штаба с Россией во время президентской кампании 2016 года тоже заставляет его искать наиболее радикальные пути демонстрации собственной независимости от Путина. И поэтому в принципе у Трампа есть очевидный политический интерес продемонстрировать силу, и это тот случай, когда демонстрация слабости для любой из этих сторон, Трампа или Путин, она может оказаться политически просто смертельной. И это естественно делает ситуацию гораздо более взрывоопасной и более даже страшной. Это результат игнорирования исторического опыта. Диктаторы надо остановить как можно раньше, пока они не набрались надлости, пока они не стали совершать действия, которые вынуждают свободный мир принимать адекватные меры уже в ситуации, когда эти адекватные меры будут требовать фактически военного столкновения. Поэтому я думаю, что сирийская ситуация является уже как бы таким последним рубежом, за которым могут получаться события абсолютно неконтролируемые. Но при этом также понимать, что у Путина никаких вариантов изменения алгоритма своего поведения нету, ровно потому, что его сирийская авантюра и вообще все его действия направлены на дестабилизацию свободного мира, они являются как бы логическим следствием возрастающей слабости режима внутри России. Поэтому вот эта внешняя политика полностью соответствующая представлению ГБшника о том, как надо вести войну, поэтому это гибридный вкус, и не военный диктатор, он предпочитает действия, он более подрывные, то есть если не то, чтобы у него есть аллергия на кровь, разбомбить, пожалуйста, но это не первая опция, которую он стремится использовать. Поэтому в разных формах продолжение вот этого роста, продолжение этой конфликтной ситуации, рост будет продолжаться, и я еще раз говорю, какая бы ни была высокая цена сегодня для того, чтобы поставить крест на этих внешнеполитических армии Путина и нанести решающее геополитическое поражение путинской диктатуре, эта цена сегодня будет ниже, чем она будет завтра. И чем скорее цивилизованный мир будет готов продемонстрировать решимость, тем скорее, я думаю, диктатор начнет терять поддержку даже среди своего ближайшего окружения. Когда люди спрашивают, какие, например, события могут повлечь за собой резкую смену декораций в России. С моей точки зрения, например, падение режима Осад. Вроде бы это далеко, напрямую не связано, тем не менее, сегодняшняя, мне кажется, судьба политическая Путина, выживание его, точнее, сколько лет он будет оставаться у власти, во многом зависит от того, насколько он сможет поддерживать свое РНМ, вот крутого парня, который удерживает у власти диктаторов, других диктаторов, поэтому, скажем, крах Осадовской диктатуры, причем, я считаю, силовой крах, если такое случится, он будет, он будет тяжелейшим ударом для путинского РНМ, а, как известно, диктатору может позволить себе много ошибок, кроме одной, он не может выглядеть слабо. Говорил Гарри Каспаров. Украинский политолог и журналист Тарас Березовец не исключает того, что в своей войне с Западом Владимир Путин может активизировать фронт в Донбассе. Путин всегда демонстрирует способности на несерьезе, асимметричных ударов, как он любит выражаться, и, естественно, не имея возможности ответить непосредственно той стране, которая создает ему проблемы, Соединенные Штаты. Ну, шутки о том, что счета американских олигархов будут заморожены в российских банках, я думаю, что они уже набили оскомину, поэтому самым естественным способом ответа для путинского режима будет повышение эскалации в Сирии, где мы видим сегодня все признаки приближения к опасной черте, и действия администрации Трампа, который четко задекларировал то, что он будет наказывать самым жестким способом Россию за то, что она поддерживает, как он выразился, животное Башара Асада, и, соответственно, Путин будет вынужден отвечать, поскольку, если он потерпит поражение на сирийском фронте, это чревато для него уже намного более серьезными проблемами во внутриполитической ситуации. Соответственно, украинский плацдарм остается в числе наиболее вероятный, где режим Путина нанесет удар, и первые дни, фактически, после введения санкций против российских олигархов, падения российского фондового рынка и национальной валюты рубля, они привели к резкой эскалации и увеличению количества обстрелов со стороны террористов и российских незаконных вооруженных формирований на территории оккупированных регионов Донбасса. Это вполне самый, скажем так, вероятный сценарий нанесения ответного удара. Но это далеко не все. Необходимо понимать, что возможности режима Путина намного больше, и он будет всячески пытаться подорвать значение этих санкций и преуменьшить их значение. Но при этом очень важное условие, он будет все-таки действовать с оглядкой на то, что им необходимо проведить чемпионат мира по футболу летом, точнее, в июне 2018 года. И здесь очень опасная черта. Он понимает, что если он где-то заиграется, чуть-чуть перейдет больше, чем следует, это может перевести к более серьезным последствиям. Понятно, чтобы о отмене чемпионата речь не идет, но о том, что он может бойкотироваться политически, в политическом смысле делегациями национальных стран, это будет по его престижу достаточно болезненным ударом. Скажите, а Украина в принципе готова к таким, ну что ли, обострениям военного плана сейчас? Насколько сейчас устойчива политическая система? Ну, необходимо понимать, что казус народным депутатом Надеждой Савченко показал, что армия вооруженной силы и силы специальных операций возможно недовольны, они не до конца, скажем так, поддерживают действия украинского руководства в политическом плане, у них в конце концов для этого есть выбор как у избирателей поддержать действия власти или нет, но в целом вооруженные силы, силы специальных операций, спецслужбы остаются абсолютно лояльными по одной простой причине, потому что армия непосредственно сталкивается с действиями агрессора, у нее нет вопроса, кто виноват в том, что против Украины развязана необъявленная война. И они прекрасно понимают, что если будет создан внутренний фронт, тогда фронт борьбы с террористами, с Россией потерпят крах. По этой причине украинские вооруженные силы готовятся к нанесению возможного удара со стороны российских вооруженных сил. Секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов заявил недавно о том, что Россия увеличивает военную группировку на границах с нашей страной, которая может быть использована в том числе для нанесения превентивного удара, не объявленного по территории Украины. Поэтому, учитывая, безусловно, совершенно разный уровень и количественной, и качественной российских и украинских войск, тем не менее, за последние 4 года украинские вооруженные силы качественно, количественно изменились намного больше. И, естественно, они готовы встретить сегодня российскую агрессию. Это был украинский политолог и журналист Тарас Березовец. В дискуссии был задан вопрос о том, как вернуть Крым Украине. На этот вопрос ответили Аркадий Бабченко, Гарри Каспаров и Тарас Березовец. Не может быть Крым возвращен, потому что нельзя возвратить то, что тебе не принадлежит. Крым, это Украина. Россия, Россия, Россия может только подбораться со своими оптимационными коммуникаторами, со своими танками и все. А что с Крымом будет делать Украина? Я думаю, Украина без нас. Можно я... Значит, есть полус на Северского Аркадия. Это одно из самых вопиющих преступлений путинского режима. Преступление совершалось как в России, так и за рубежом. И понятно, что вообще говорить о возвращении кратенного и обсуждать эти формы, ну, в том фон, так как мы задаем вопрос, наверное, не совсем было бы корректно. Я много раз говорил о том, что наиболее переходим к практическому решению этих проблем. Наиболее, мне кажется, реальным путем восстановления полного украинского суверенитета над Крымом была бы такая очередная события. Представляем на секунду учительное собрание, какой-то свободный российский орган избранный, который осуществляет вот этот транзит власти диктатуры демократии, я считаю, что должны быть одномоментно приняты все решения, отменяющие все преступные акты путинского режима, включая аннексию к Крыму. Это происходит одномоментно. Это не вопрос гибридный, просто вот есть преступления, и новая российская власть не может начинать выстраивать свободную страну, пытаясь вести переговоры о том, что некоторые преступления, они не совсем преступления, потому что, и даже целый список претензий, это юридический вопрос должен быть закрыт сразу же. Понятно, что, учитывая огромное количество людей с русскими паспортами, как бы, имеющих привязок к России, потребуется некоторый период восстановления полного украинского суверенитета, скорее всего, потребуется некоторый переговорный процесс, который позволил сделать это наявление безболезней. Те, кто хочет уехать из Крынии, такова должна быть предоставлена. Это не должно быть, как бы, происходить так же, как жестко происходило в феврале-марте 2014 года. Но постепенный процесс, я полагаю, что международное сообщество может помочь для того, чтобы он стал, как бы, что он проснул без эксцессов. Потому что мы помним эксцессы, которые были в суде в 46-м году в Польше. Это надо избежать. Но Россия в данном случае является просящей стороной. И просто я надеюсь, что как бы украинское власть и бюджетное собство, они, что мы поймем, что в общих интересах делать этот процесс наиболее, скажем, приемлемым для всех сторон. При, а повторяя, при немедленном признании преступления, совершенного в 2014 году и в основлении украинского государства на всей территории Украины, которая по итогам дела, что первого года стала независимой государственной. Очень холодно. Дальше органов Крыма восстановлены действуют на территории материковой Украины, в частности, это прокуратура Автомобильной Республики Крым, Главное управление Министерства внутренних дел, а также Суббезопасность. Осталось сформировать два органа всего лишь, и это может быть сделано в любой момент, эти вопросы периодически дискутируются, это восстановить Верховный Совет Автомобильной Республики Крыма может быть избрана силами переселенцев, а восстановить Совет Министра. Формально это происходит если принимается решение, мы понимаем, безусловно, пока живет Путин, Крым возвращен никогда не будет. Формально говоря, он утащит Крым за собой в могилу или Крым утащит могилу за собой Путина. Все, что будет происходить после него, должно происходить с чистого листа. В отношении тех граждан Российской Федерации, которые сейчас находятся в Крыму, по нашим данным, свыше 200 тысяч, в основном они проживают в Севастополе и Симферополе, в Украине действует американское право соль, право земли, то есть каждый человек, который рожден на украинской территории, то есть все дети, которые рождены, от российских граждан, либо папа россиянин, допустим, украинка, они имеют право автоматически предъявлять на украинский паспорт. В отношении всех остальных граждан, которые появились в Крыму после 2014 года, будет предоставлен некий транзитный переходной период. Они могут податься на правила временного проживания, либо если они хотят получить полноценное гражданство, для этого основания является, например, брак с украинским гражданином, в том числе. Все основные граждане Российской Федерации, которые не попадают, им будет отказано, они будут в зону жены в течение какого-то периода покинуть территорию Крымова. Как видят Россию западные политики? Наиболее ярко на форуме выступил бывший посол Евросоюза в России Вигаутас Ушацкас. Никто, кроме россиян, не поменяет режима Путина. Никто не поменяет режима Путина. Только жертвы, что мы можем делать, можем и должны делать своим примером, что мы являемся стойкой демократии и странами верховного закона, тем, что мы помогаем Украине стать нормальной страной. Потому что если Украина станет нормальной европейской страной, тогда уж и те русские, которые остались в России, будут спрашивать, а почему мы в Рубии? почему мы не в Рубии? Третье, что надо быть откровенным. И мы должны такой разговор вести, я пока не вижу таких предусловий, пока будет власть, потому что доверие между самыми близкими традиционными партнерами, как Германия и Россия, Франция и Россия, она почти не существует. Но мы должны, и о чем я говорю даже во время Крымской войны и Носок-Контактской войны, мы должны выйти с альтернативной для вас, для свободной России. Где мы видим Россию? Какие отношения мы предусматриваем между Европейским Союзом, если говорить так, и Россия после свержения, после перемен глубоких в России? Видим ли мы Россию как часть Европейского Союза и НАТО? Видим ли мы? Мамбас, видишь ли ты, скажи сейчас, привет, видишь ли ты демократическую Россию членами ЕС и НАТО? Я бы хотел, чтобы Россия такой город, если она будет проводиться на верхом Союзе и Поном, если она будет себя вести демократически и уважать и уважать третарную ценность своих соседей. Но дорога на такие отношения между ЕС и Россией она ведет только через Киев. Через возврат Крыма в Республику Украину, через уважение третарной ценности к Украине. Говорил господин Ушацкас другой, известный литовский политик Мантос Адаменос видит для России европейскую перспективу. Я вижу Россию, демократическую Россию в европейском субъеке. Если это дает согласие Украина, которая уже будет в европейском субъеке, в том время, и все территориальные вопросы будут разрешены. В экономической дискуссии доминировал Андрей Ларионов, обративший внимание на эволюцию режима Владимира Путина. В сентябре 1998 года по июль 2008 года беспрецедентный экономический рост, беспрецедентный для нашей страны, за чуть меньше, чем 10 лет российский ОП удвоился, вырос на 99,7%, будучи точным. В среднем в год рост 7%, это то, что экономисты называют экономическим чудом. Это период, который создал совершенно другое представление и о нашей стране, что возможно, о том, что возможен экономический рост, потому что предшествующие 9 лет казалось, что экономический рост никогда не придет в Россию. Но, правда, что бы с нами не так. Оказалось, это возможно. И на этот последний практически 10 лет, это с 2008 года, с августа 2008 года, сейчас уже по апрель 2018 года, почти опять ровно 10 лет, за этот период экономический рост остался 2,3%. То есть тогда практически 100, сейчас 2. В одном 2000 году ВВД вырос на 10%, один год 10%. Сейчас за 10 лет рост чуть больше, чем на 2%. Причем это все происходит опять-таки при одном и том же человеке, являющем руководителем страны. Чем это объясняется? Это объясняется радикально различными экономическими политиками, и не только экономическими политиками, внутренней политикой, внешней политикой, политикой по отношению института к праву, к верховерному, праву, которое проводилось тогда, и которое проводилось и сейчас. Из того, что мы знаем, что произошло за последние 10 лет, даже без санкций, даже без внешнего воздействия, устойчивый, быстрый экономический рост в России при нынешнем политическом режиме, разрешающем и уже довольно существенно разрушившем базовые институты государства, смотри, Кемерово, а также многие другие примеры подобного рода, быстрый, устойчивый экономический рост невозможен. Такого ни одного примера нет и в мире, нет и у нас. И мы можем только говорить о том, какой может быть эта стагнация. Это может быть стагнация составляющей, которая обеспечивает рост на 1% в год, на полпроцента, на полтора процента, снижение на процент, на два, колебания вокруг нуля, но тем не менее совершенно ясно, что даже без воздействия внешнего поведения санкций устойчивого экономического просто быть не может. И это прямой результат той самой политики, которую все-таки проводят тот же самый человек. И если уже говорить о эволюции, следует обратить внимание на то, мы немножко говорили об этом на прошлом форуме, о том, что если в начале 2000-х годов казалось искреннее его желание войти в Европу, стать членом мирового сообщества, членом восьмерки организации экономического сотрудничества развития и так далее, друзья от Тони Блэра до Джорджа Буша, младшего, то сегодня доминирующим идеологическим мировоззрительным мотивом становится православие. В самом прямом смысле этого православия, если вы посмотрите на то, какое время проводится священниками в банастырях и так далее, и так далее, какая политика проводится по отношению к русской православной церкви, такие дневники делаются, например, в Ярославе в прошлом летом, так называемом тысячелетнем русском государстве, что, естественно, напомнило другой известный цитат в тысячелетнем рейхе, то мы видим, что это происходит очень серьезная мировоззрительная революция в направлении православных ценностей, если это можно назвать ценностями или ценностями русской православной церкви сегодняшнего издания, при наличии такого идеологического сопровождения, при разрушении институтов государственных, прежде всего, при разрушении институтов права, при отсутствии защиты собственности и при плюс к этому то, что можно отдельно обсуждать нарастающей изоляции социальной внешнего мира, никакого устойчивого роста быть не может. Иллюстрация, которая хорошо известна, когда в феврале 2014 года обсуждается вопрос о том, начинать войну против Украины и захватывать Крым, и анонсировать Крым, происходили священности ими советниками, советниками а, военными, б, экономическими. Интересно, что и на одном и одни советники, и другие советники не рекомендовали этого делать. Военные не рекомендовали это, потому что опасались возможной ответной реакции не только и не столько со стороны Украины, сколько со стороны Запада. А экономические финансовые советники предупреждали о неизбежном введении санкций, о нанесении большого экономического ущерба, как в стране в целом, так и в том числе личному и университету личного актера, которые страна в долгосрочной перспективе выдержит и может. Тем не менее, решение было принято индивидуально, против всех советов, всех советников. Поэтому еще раз обращаем внимание на то, что, несмотря на то, что существует группы влияния советники, значит, когорта действующих и бывших сотрудников органов безопасности. Тем не менее, мы видим целый ряд примеров того, когда крупные, важные, серьезные решения принимаются единолично, исходя из идеологического, мировозлического восприятия мира, существенно отличающегося от современного состояния, от цивилизованного состояния, от современного российского общества, даже не сильно оппозиционного. Но это, мы видим, просто эволюцию, личную эволюцию человека. И недооценивать эту личную эволюцию, недооценивать это невозможно. В интервью «Радио Свобода» Андрей Ларионов поделился своим взглядом на будущее шестилетие правления Владимира Путина. Андрей Николаевич, давайте начнем все-таки с санкцией. Вот новая порция санкций, она принципиально может изменить поведение путинского режима? Все-таки выглядело это очень эффектно, да, на то, что происходило на биржах с рублем. Могут ли российские политики и лично Путин как бы решить, что это первый удар, а дальше будет все хуже и хуже? короткий ответ на ваш вопрос нет, на первую часть, а на вторую часть могут ли подумать и принять решение, что это только начало, будет следующий. Да, они уже так подумали, они так уже решили. Сочинно ясно, что это первые ласточки, за которые получат следующее, и поэтому чем заняты лица, относящиеся к фигурантам этого списка, а также к тем, кто прикрывает их, естественно, они думают о том, кто окажется в следующем списке, какие будут санкции, что можно сделать, как можно противодействовать. Есть, конечно, некоторые изъявления, которые сейчас оказались в центре внимания, там вроде поддержки олигархов из российского бюджета, но это больше для такого общественного потребления, хотя, естественно, не означает, что таких решений не будет принято. Но гораздо более серьезными идут обсуждения относительно того, действительно, как можно минимизировать эффект этих санкций, потому что даже эта первая серия шагов, первая волна санкций оказалась гораздо болезненнее, гораздо эффективнее и эффектнее, как вы справедливо заметили, чем что бы то ни было ожидавшееся. Тем более, что мы знаем и они знают, все знают, что в списке Кремлевского доклада несколько сотен имен. Сейчас в этой первой волне оказалось 7 имен бизнесменов, 17 имен государственных чиновников. Понятно, что там имен гораздо больше и если и когда эти имена будут объявлены, значит, можно ожидать следующий удар, сопоставимый с тем, который был получен в настоящее время. И это говорит о том, что конфронтация между нынешним кремлевским режимом и неизбежно Россией и окружающей мире, прежде всего, с Западом вышла на новый качественный уровень, которого не было. Мы многократно встречались, мы многократно обсуждали, мы говорили о том, что реакция Запада очень слабая, очень вялая, запоздала, неэффективная и так далее. Но вот сейчас мы, кажется, вышли на новую ступень, в которой мы видим, что действия Запада могут быть эффективными, резкими, производящими существенные впечатления. Но, с другой стороны, можно ли ожидать от Путина ответных действий, скажем так, на другом поле? Выход на поле военного противостояния, игра на замороженном фронте в Украине или там новые какие-то ходы в Сирии? Собственно, в Сирии-то мы ожидаем каких-то больших неприятностей. Ну, какие-то шаги точно будут, по крайней мере, над ними сейчас точно думают. И думают, какого рода шаги могут быть сделаны. Прямая военная конференциация, с моей точки зрения, маловероятна, просто в силу очевидного несопоставимости военных потенциалов, военных ресурсов, демографических ресурсов, экономических ресурсов между Россией и Западом. Это просто настолько очевидно и несопоставимо. То есть, это, ну, даже не суицид, это будет просто избиение младенцев, подобное избиению ЧВК-Вагнера на берегах Игра. Поэтому только абсолютно сошедший сумасовый убийца может провоцировать идти на такое военное противостояние. Но это не значит, что никакого ответа не будет. И вы совершенно правы, обращая внимание и задавая этот вопрос по крайней мере слух, а где, на каком фронте, с помощью таких инструментов, с помощью таких ресурсов такой ответ может быть. Поэтому вот младенцев заключается в следующем. На поле традиционных ресурсов маловероятно практически невозможно. А вот на поле нетрадиционных ресурсов может быть, я не знаю, хоть химическое оружие, хоть традиционное оружие, хоть средство пропаганда, хоть что-то еще, до чего мозг цивилизованного, нормального человека додуматься не может. И может додуматься, только воспаленный мозг лиц, мечтающих либо о подрыве нормального государства, нормальных цивилизованных обществ, или завоевании мирового господства. Вот на что они способны. Несколько лет тому назад никто не мог себе представить, что возможно применение химического оружия против граждан вообще, тем более на территории других государств. Никто не мог себе представить применение агентационного оружия, никто не мог себе представить себе применение пропагандистского оружия, фабрик троллей и так далее. Это все случилось. Это просто войну с Украиной никто не мог представить. Это традиционные методы войны, но эти традиционные методы войны возможны по отношению к заведомо более слабому противнику. То есть по отношению к Мути, да, это возможно, по отношению к Украине, да, возможно, но по отношению к заведомо более сильному противнику, к НАТО, мы видим, что нет. А все-таки слова Путина о том, зачем нам такой мир без России, вы всерьез не воспринимаете ядерную угрозу? Нет, это шантаж, чистый воды шантаж, сделан как шантаж, представлен как шантаж, сопровождается всеми театральными действиями, характерными для шантажа. А главный тренер в этом деле, товарищи из Пхеньяна, как это делают, ничего здесь нет. Андрей Николаевич, все-таки вот это шестилетие Путина, которое он получил на непонятных выборах, недовыборах, переназначении, как вы его видите? Ну, я вижу его не как продолжение предыдущего периода, я вижу как новое качество, поскольку каждый из предшествующих четырех периодов отличался качественно от предшествовавшего, поэтому я думаю, что это будет также новое качество. На внутренних фронтах главное ожидание связано с идеологизацией этого политического режима, причем, видимо, одним из направлений идеологизации можно ожидать православизацию, артоксидизацию политического режима, которые, некоторые тренды этого уже проявились достаточно давно, не только в интенсивности общения с духовенством Русской Православной Церкви, но и, например, с чудовищным законом по возвращению культурных ценностей Русской Православной Церкви, в рамках которого передаются культурные ценности, в том числе и никогда не принадлежавшие РПЦ и изымаются из культурного достояния общества. Поскольку Путин уже сформулировал, даже я бы сказал, модель этого политического режима, одна нация, одна религия, один народ, одна религия, один князь. И, собственно, выдвинул ее в качестве такой отчеканенной формулы. Плюс к этому во время поездки в Ярославль вдруг внезапно заговорил о тысячелетнем русском государстве, что, естественно, напомнило о другом тысячелетнем государстве, которое провозглашали в очередной раз. То есть количество параллелей говорит о том, что вопрос идеологизации действительно охватывает руководство. Никаких радикальных шагов в экономической области ожидать невозможно. Ни такого запала, ни энергии, ни запроса на это нет. Невозможности для этого нет. То есть это будет политика выживания. Выживание в условиях внешних санкций, которые явно не будут отменены. Более того, скорее всего, будут усилены. И конфронтация с внешним миром, прежде всего, с внешним западным миром, будет только усилена. Поэтому шаги будут направлены именно на то, чтобы обеспечить выживание этой экономики в ограниченном, в полузакрытом, в полуизолированном состоянии. Может ли оппозиция на что-то влиять, менять российскую политику? Или она должна готовиться к тому времени, когда Путин исчезнет каким-то образом из этого политического и реального мира? Мы сейчас как раз, я думаю, обсудим, в том числе и этот вопрос, один из главных вопросов. Мое, собственно, ощущение заключается в том, что влиять на этот режим, это задача была Ксения Анатольевна Собчак. А здесь собрались люди, которые хотят не менять, не влиять на эту политику, а делать другую политику, и делать другое государство, государство, которое отвечает интересам российского общества, которое представляет интересы российских граждан, какими бы они ни были, пусть сторонними, разнообразными, но учитывать внимание, прежде всего, самих людей. И я думаю, если получится, то будет самый большой успех этого форума, этих людей, которые здесь собираются уже в пятый раз. Один из новых проектов форума «Свободная Россия» – организация Международного общественного трибунала, который должен заняться в первую очередь медиаобслугой путинского режима. Можно ли охолонить пропагандистов Соловьевых и Киселевых, говорит автор проекта, публицист и социолог Игорь Яковенко. Вопрос не в том, чтобы запугать пропагандиста, а вопрос заключается в том, чтобы к нему перестали относиться как к журналистам. То есть, на самом деле, объектом воздействия является международное общественное мнение, мировое сообщество. Объектом воздействия является международное журналистское сообщество. Я скажу вещь, которую я не стал говорить, ну просто потому что много очень есть что сказать, но вот я решил пожертвовать этой вещью. Вот сейчас, например, идут санкции. Вот последние санкции, они такие, ну это такое достаточно болезненно, но это укол. Но есть вещи, которые можно делать и которые должно делать мировое глава государства ведущих, но они этого не делают. Ну, например, серьезные тарифы на нефть. Вот если будут введены тарифы на нефть, то у Путина просто не будет хватать денег ни на ОМОН, ни на ВГТРК, а просто не будет хватать денег. Запугать Киселева и Соловьева, ну мы же не будем, так сказать, мы же не пользуемся методами насилия и так далее, да? Но сделать так, чтобы они просто перестали получать деньги, и они изменятся. Я могу гарантировать, вот просто могу гарантировать, что первым кандидатом в комиссию по люстрации журналистов возглавить его постарается обязательно Соловьев. И вполне возможно, что Киселев будет первым человеком, который скажет, сколько можно было терпеть этот проклятый путинский режим, и надо обязательно, так сказать, наказать всех его пособников. Это обязательно произойдет. Вот именно Соловьев, Киселев, ну Норкин вряд ли, он простоват для этого. А вот все остальные, их много, этих фигурантов, они в первых рядах окажутся борцов с путинским режимом. И вот Международный общественный трибунал, он нужен в том числе для того, чтобы вот реестр их преступлений был представлен, обнародован, и чтобы у них не получилось сделать вот этот кульбит, переобуться несколько раз в воздухе и возглавить борьбу с путинским режимом. Вот это вот очень важная история. Ну а набор этих преступлений все-таки каков? Вот набор преступлений следующий. Перечисляю. Цензура. Создание института цензуры. Раз. Здесь, конечно, главный фигурант, главный виновник Жаров, но кроме него есть целый ряд других виновников поменьше. Цензура – это преступление. Это запрещено Конституцией. Цензура в России есть. Мы все это знаем. Второе. Это разжигание ненависти. Это статья 20 Международного пакта о гражданских политических правах. И это приводит к крови. То есть на самом деле у них на микрофонах, на камерах, на гаджетах, на языках у них кровь. То есть это доказывается. Это вот совершенно очевидное преступление. Доказывается причинно-следственная связь между тем, что они говорят и показывают, и тем, как люди идут убивать, умирать и уничтожать население других стран. Ну и уничтожать пятую колонну, что тоже происходит. Это вот еще одно преступление. Третье преступление – это дебилизация, понижение интеллектуального и морального уровня населения страны. То есть все эти плоские земли, все эти безумные пропаганды, лженаучных учений и так далее, возникает деградация полная. Это человек, у которого каша в голове, который ни одной мысли не может до конца додумать. Значит, вот он, великий мыслитель, великий писатель Проханов, великий писатель Стариков. Это все, ну то, что называется в социологии, медиатизированные писатели, медиатизированные философы, мыслители, экономисты и так далее. Люди, которые созданы СМИ. Вот Соловьева, Киселева, Норкина и так далее, они назначают, вот как Чубайс назначал миллиардеров, так они назначают великих мыслителей, великих, так сказать, экспертов земли русской. Это еще одно преступление. Преступление почему? Потому что это уродуют науки, которые уродуют те сферы, в которые они вторгаются. Такие перечень преступлений можно перечислять долго. Да, и последнее, все-таки, как вы смотрите на перспективу? Здесь говорили, что нацизм изживался из голов 40 лет, с другой стороны говорили, что итальянский фашизм рухнул мгновенно и все стали тут же антифашистами. Вот каков ваш прогноз, собственно, что может произойти, скажем, с исчезновением носителя этого режима, главного скрепа, собственно, самого Путина? Что будет с российским общественным мнением? Это зависит от того, что будет происходить со страной. Если мы ограничимся, вот как в начале 90-х годов мы ограничились просто изъятием из Конституции статьи 6, и, по сути дела, и все, в общем-то, и все. Просто уменьшилась страна в два раза, и была изъята 6-я статья, вместо этого была объявлена свобода слова и свобода предпринимательства. Все. Если так, то через какое-то очень короткое время фашизм возродится. Это будет другой процесс, это будет не длительное изживание фашизма, это будет возрождение фашизма через несколько лет. Обязательно. Это произойдет непременно. Почему? Потому что в России существуют очень глубокие корни, корни имперства, корни русского фашизма, которые не исчезают в результате смены руководства. Должно произойти несколько вещей. Я их назову только две. Ну, вернее, все-таки придется три назвать. Извините уж за троицу. Значит, первое. Это должен быть ликвидирован пост президента. Потому что пост президента, вне зависимости даже от того, ограничен, не ограничен, он все равно генерирует вот эту вот тоталитарную, абсолютно тотальную власть, которая воспроизводится вне зависимости от того, что даже если она по конституции ограничена, она все равно воспроизводится. Второе. Это должно быть ликвидировано унитарное устройство страны. Я думаю, что страна должна пройти через этап конфедерации. Не федерации, а сначала конфедерация, поскольку конфедерация во всем мире является крайне неустойчивым устройством, то потом желающие могут собраться в федерацию. Но сначала конфедерация, то есть сначала независимое государство. Да, ужасно, да, кошмарно, да, границ нет, да, все будет очень сложно, но тем не менее через этот этап надо пройти. И последнее, третье, я скажу вещь, которую не поддерживает большинство моих коллег, должен быть установлен безъядерный статус России. Вот эти три вещи сделать. Ликвидировать институт президентства, значит, превратить Россию в парламентскую республику, конфедерация и безъядерный статус. Тогда, может быть, есть шанс. Моим собеседником был публицист и социолог Игорь Яковенко. Как и обещал Гарри Каспаров, участники форума избрали постоянный политкомитет. Один из тех, кто в него вошел, один из бывших совладельцев компании ЮКОС, бизнесмен Леонид Невзлин, что заставило давно находящегося в эмиграции крупного бизнесмена присоединиться к проекту Гарри Каспарова. Беседуем с Леонидом Невзлиным. Леонид Горисович, что вас заставило принять участие в форуме? Насколько я помню, вы достаточно долго уклонялись от какой-то вот такой активной политической деятельности. Это не первый форум, на котором я присутствую. Дело все в том, что мое неприсутствие было связано с определенными ограничениями в поездках. И фактически я, даже будучи под Интерполом, смог сюда приехать один раз на форум. Пару лет назад я участвовал. А потом я все время поддерживал связь с ними и с Каспаровым, и с Тютерином Иваном. Помогал им по возможности, а не мне. А, как я сказал, я в общем с Гарри Кимовичем в политике давно. Много единомыслия, есть расхождение, потому что, как вы знаете, я человек достаточно близкий по взглядам и лично Ходорковскому. И как бы разделяю многие из его взглядов, не все. И считаю себя таким, знаете, неплохим мостиком между разными видами демократической оппозиции. Считаю, что сейчас это очень важно, чтобы люди, которые находились в эмиграции и мечтали бы вернуться и работать на новую Россию. И люди, которые находятся в России и об этом же мечтают, или пока находятся в России. Чтобы они могли вместе делать проекты, встречаться, разрабатывать кадровый резерв, разрабатывать программы будущего, которых пока нет. Что делать после Путина, после этого развала, предела которому мы пока не знаем. А вот это после Путина, на ваш взгляд, вот вы сегодня послушали разные дискуссии. Оно все-таки когда может наступить? Или это абсолютно непредсказуемое будущее? Вы знаете, в той или иной мере все здесь присутствующие, не только здесь, много лет борются с этим режимом по разным причинам. И личным, и идеологическим. Но сейчас это все больше и больше идеология, и все меньше и меньше обиды там или месть. И самый лучший, конечно, для Путина гробокопатель, это он сам. Ему удалось сделать так, чтобы Запад нас услышал, нас понял. Вот, и вы видите, какие большие изменения происходят, при том, что на Западе все эти годы не хотели ссориться с Путиным. Хотели притянуть ему руку, найти способ сотрудничества. Большая страна, сырьевая страна и так далее и тому подобное. Особенно немцы, естественно. Но Владимир Владимирович и его банда сделали все для того, чтобы это не случилось. Мне кажется, сейчас очень важный момент для того, чтобы все объединили свои усилия в одном направлении. Этот режим должен покинуть Россию. Скажите, но вот Запад, все-таки для него что стало последними аргументами? Вмешательство в выборы или игры с ядерными такими угрозами? Вы знаете, вода камень точит. Если вы обращали внимание, то очень часто Запад вообще не реагировал на достаточно серьезные вроде бы слова. Я помню, когда была озвучена Герасимовым доктрина, новая военная доктрина, она звучала похуже военной доктрины Советского Союза в холодной войне. Но как-то к этому тогда еще серьезно не отнеслись. Проходит время, и люди видят, что происходит, и это накапливается. Конечно, хакерские атаки на многие государства, это речь идет не только об Америке, вмешательство, попытки расстроить действующие инфраструктурные системы в разных странах, кстати, включая Израиль. Слава Богу, Израиль в достаточной степени хорошо защищен в области киберсекьюрити, продвинут. И не является врагом России, как вы знаете, скорее наоборот, Израиль достаточно позитивен к России. Тем не менее, а и выборы в Америке, конечно, без сомнения, коррупция, участие черных денег в партиях экстремистского толка в Европе, участие во всех референдумах в Европе на разрушение, да, там, ну, ни для кого не секрет про Шотландию, про Брексит, про Каталонию и так далее, и так далее. Этому не из числа, потому что огромные деньги пошли в Россию во время высокой цены на нефть. А потрачены они были в основном на коррупцию, криптократию и всякие попытки ослабить врага, которого назначили врагом, да, потому что Запад не является врагом России, вот, скорее другом, но вот, было придумано по-другому. И сейчас это просто уже накопилось, и даже такая, вроде бы, не самая значительная, но ужасная история, как история Скрипаля, она могла стать последней каплей, да, потому что все-таки из истории Литвиненко я считаю, что российская власть выкрутилась достаточно легко, ну, и, скажем, без особых последствий. Вот, при этом я хочу сказать, несмотря на то, что в России поносят англичан все время, англичане все помнят, они умеют ждать, и они умеют отвечать. Вот, Черчилль родили англичане, вот, и сейчас, если вы знаете, порядка, почти 90% англичан считают Черчилль самым великим британцем всех времен и народов. А это тот человек, который стоял после войны у истоков холодной войны, если вы помните, Советским Союзом, да, фултонская речь и так далее. Ну, вот сейчас тоже ведь фактически холодная война на грани горячей, поскольку вы живете в основном в Израиле, у вас какое ощущение, может дойти до самого такого серьезного уже открытого столкновения не гибридных войск с американцами, а в защиту Асада и так далее? Вообще, насколько интересен режим, с которым вы борете? Смотрите, сейчас в двух странах, которые имеют самое основное значение, наверное, на Ближнем Востоке, но их позиция, да, в России и в Америке, не самые легкие руководители, мягко говоря. С не самыми адекватными реакциями, с элементами мачизма, определенной риторикой победителей. Вот, и я, конечно, боюсь, что вот эти вот мерения силой слова между Трампом и Путиным могут привести к очень печальным процессам, потому что в России нагнетается обстановка войны, причем нагнетается сознательно, пропагандистами, там, типа Соловьева, Киселева и прочими преступниками. Вот, Америка не сможет себе позволить в Сирии в этом смысле проиграть, вот, тем более, что она проигрывает в последнее время. Вот, Иран серьезнейший фактор на Ближнем Востоке, развивающийся, и не должно быть ни у кого иллюзии, это, я вам говорю, взглядом из Израиля, Иран только силой соизмеряется, и Россия ему не указ, и у него свои интересы, и он будет их преследовать. А в интересах Ирана это уничтожение Израиля, это поддержка Хизбалы, Хамаса, Асада, без сомнения, и так далее. Если там начнется заваруха, она будет касаться всех на Ближнем Востоке, и, к сожалению, Израиля тоже. И этого я действительно реально опасаюсь, и роль российского режима, негативная роль, очень большая для всего Ближнего Востока, и Израиля в частности. Потому что, если сейчас не эта роль, то мы бы наблюдали совершенно другие процессы. Процессы взаимопонимания, сближения, признания, потому что серьезные изменения в Саудах, в Саудовской Аравии. Но при этом Саудовская Аравия, как мы понимаем, и Иран, ближайшие враги непримиримые, в том числе и на религиозной почве. Поэтому я очень обеспокоюсь об этой ситуации. Вот если вы спрашиваете про ядерную войну, я думаю, что все-таки, несмотря на всю эрогантность руководителей, до безумия не дойдет, и есть в каждом обществе сдерживающие силы. Я думаю, что ни там, ни там кнопку нажать не дадут. А вот эти ужасы, риски, опасности, то, что действительно Путин доводит мир до грани войны и разоряет одновременно Россию. На ваш взгляд, как можно донести до российских граждан, которых обрабатывают пропагандой? С одной стороны, вот это оружие массового поражения, с другой стороны, довольно слабые оппозиционные организации. Вы знаете, я не сторонник, ни в коем случае не поймите меня этого метода, но я приведу исторический пример. Николай II поднял свой рейтинг на входе в войну в похожей ситуации, кстати, потому что 2013 год был год расцвета буржуазии, рынка. Вот Россия была страной в достаточной степени передовой, быстро развивающейся, люди стали жить лучше. Вот я беру аналогию с поступлениями от нефти. А потом война, там грань войны, всплеск патриотизма, антинемецкие настроения, его рейтинг вскочил почти до 100%. А в результате того, что они увязли в этой войне и практически ее проиграли, общество отвернулось от Николая II. И когда его рейтинг стал там ближе к нулю, то все это закончилось, мы знаем, чем. К сожалению, не только отставкой, не только крахом царского режима, но и, к сожалению, к революции и переворотам для всей России. Которая таким переворотом, который предопределил на 100 лет, а может быть и больше, ее существование и чувство этого народа. То есть, экономические проблемы и, скажем так, внешнеполитические, в том числе военные поражения, мне кажется, это единственное, что может российский народ заставить обратить внимание, кто им правит. И тогда прокурористы уже не помогут. Они сами отвернутся от режима. Они будут заниматься самоспасением. — Последний вопрос. Скажите, ну вот как политический проект вообще? Как вы оцениваете форум, опять же, на фоне того, что есть другие команды? Есть команда Ходорковского, есть команда Навального, более, извините, успешная. Есть еще там игроки. Вот как их все-таки на одно поле вывести? — Успешность команды, извините, если перебил, успешность любой команды определяется не текущими рейтингами или количеством вышедших на улицу, а все-таки политическими результатами. Политическими результатами ни одна из команд на сегодня похвалиться не может. Поэтому я по-прежнему считаю, что даже если консолидация невозможна, она по многим причинам не получалась много лет и не получается, и может быть не получится, то координация между этими силами не то, что возможна, она крайне необходима. Вот. И я сторонник координации. — На чем? На каких вопросах, условно говоря? Ну я не знаю, одни хотят ходить на выборы, другие не хотят ходить на выборы. — Ну а что это? — Одни хотят идти на выборы. — Политический результат одинаковый. Таким образом, это не принципиальный вопрос. Режим Путина от этого и от того не стал более легитимным. Потому что нелегитимность была заложена как в самом начале, но это отдельный разговор, так и этими выборами. И ничего не изменилось, чья бы точка зрения не победила. Кстати, ничья не победила. Одни ходили, другие не ходили. Я не считаю это принципиальным. Я считаю принципиальным объединить усилия там и на том направлении, где можно все-таки ускорить уход Путина и его группировки из власти в России и вернуться к построению демократической страны. — Через внешнее давление? — Нет, я не сказал этого. Я считаю, что это сочетание внутренних и внешних ресурсов без сомнения. Кстати, вот открытая Россия в основном ориентируется на внутренние российские ресурсы, на кадры. Форум свободной России ориентируется и туда, но в большей степени, конечно, на те эмигрантские кадры, которые, вот вы слышали здесь, люди хорошего уровня, умные, но они живут давно на Западе и мечтают вернуться и жить там, и сделать свой вклад. Они видят результатом своей жизни все-таки изменение политического строя в России и построение там демократии и свободы. Поэтому вот в этом месте, в работе с разными людьми, в привлечении их к единому делу, а единое дело на сегодня — это смена этого режима на демократический, я вижу необходимость, частично свою роль и роль политиков, для которых мы работаем, оппозиционных политиков. — Но мы-то доживем. Доживем до другого режима в России. Вы знаете, когда вы задаете вопрос «мы доживем», вот, то кроме временных возникают еще темы типа Скрипаля и Литвиненко, поэтому... — И лицом? — Ну и Боря, конечно. Трезвомыслящий фаталист должен ответить «не знаю, не мы решаем». Будем стараться. Моим собеседником в программе «Лицом к событию» был бизнесмен Леонид Невзлин. В политкомитет форума «Свободная Россия» были избраны 11 человек. Владимир Ашурков, Марат Гельман, Андрей Ларионов, Гарри Каспаров, Даниил Константинов, Леонид Невзлин, Илья Пономарев, Андрей Сидельников, Иван Тютрин, Марк Фегин, Евгения Черикова. Гарри Каспаров поделился с участниками форума творческими планами политкомитета. — В целом, помимо двух больших сценарий, будут еще и мероприятия, о которых мы в ближайшее время объявляем. То есть активность форума возрастет. Скажем, возможностей общения, возможностей координации станет больше. Учитывая, что есть огромный интерес у многих участников форума к регулярной работе. Не просто встретились и разъехались, а то, что делать. Для этого, естественно, нужны рабочие группы, которые будут координировать. Пока, на сегодняшний день, учитывая, что у нас не все участники, а в постоянном комитете присутствовали, мы приняли решение спортировать восемь рабочих групп. Уже в финале заседаний участники форума в Вильнюсе узнали о призыве Алексея Навального выйти 5 мая на протестную акцию. Какова реакция Гарри Каспарова? Алексей Навальный призвал провести 5 мая акцию протеста перед инаугурацией Владимира Путина. Какова Ваша позиция? Будете ли Вы присоединяться, поддерживать? Что тут делать? Безусловно, те активисты форума «Свободная Россия», которые сейчас проживают в России, в Москве. Я не сомневаюсь, что многие, если не все из них, конечно, присоединятся к этой акции. Я полагаю, что по итогам выборов в постоянный комитет у нас возникла уникальная возможность наладить сотрудничество из «Открытой России», из группы Алексея Навального. Появление в постоянном комитете Леонида Невзлина и Владимира Ашуркова показывает, что форум «Свободная Россия» не теряет от своей уникальности, как площадки, на которой могут встречаться, обсуждать, координировать свои усилия представители самых разных групп оппозиции. Я пока не могу сказать, в какую форму разовьется сотрудничество, скажем, с группой Навального, но понятно, что все усилия по пробуждению гражданского общества, повышению вот этой политической активности, которую предпринимает Навальный и его сторонники в России, мы будем поддерживать. Владимир Ашурков уже уехал с форума, но мы успели попереговорить, и, в общем, он выразил желание начать серьезную совместную работу, координировать наши усилия по совместным акциям. Ну, в первую очередь, конечно, это касается группы Навального и того, что они могут делать в России, и ту помощь, которую мы можем оказать, и также, естественно, ту помощь, которую мы можем оказывать за рубежом, продвигая программы санкций, естественно, и как бы сжимая кольцо окружения путинского режима и сокращая те ресурсы, которые режим может выжимать из торговли энергоресурсами, ну и тотальной, естественно, российской коррупции, ресурсы, которые крайне необходимы путинской диктатуре на этом этапе подавления гражданских свобод. Говорил Гарри Каспаров. Следующий шестой форум Свободной России намечен на октябрь 2018 года. В Вильнюсе за это время появится постоянная штаб-квартира российской оппозиции. Расширенную видеоверсию репортажа с форума Свободной России вы можете посмотреть или прочесть на сайте Радио Свобода. Всего доброго. Передачу вел Михаил Соколов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова